За последние 7 лет мошенники стали вдвое чаще обманывать курян. Количество так называемых бесконтактных преступлений выросло в 4 раза. Особенно остро стоит вопрос с раскрываемостью правонарушений, где используются IT-технологии. Часто их совершают в заграничных серверах. Свыше 350 миллионов наших граждан, граждане города Курска, перевели на счета преступников. В целом преступность все больше смещается в интернет-пространство. За 7 лет количество бесконтактных преступлений выросло в 4 раза. С 700 до 2783 фактов. Особое внимание городские депутаты уделили социальной поддержке курян. К примеру, теперь семьи с двойняшками, семьи участников СВО и студенты-оченики смогут получать бесплатное молочное питание для своих малышей. Обсудили и изменения в бюджете. Из областной казны к Курску добавят 1 миллиард 89 миллионов рублей. Эти средства направят в том числе на помощь детям-сиротам. Порядка 200 с копейками миллионов рублей на детей-сирот. Это та категория, которая требует особое внимание всегда. И порядка 70 квартир еще будет закуплено. Депутаты расширили список льготников, освобожденных от платы за наем жилья и повысили размер некоторых соцвыплат. Обсудили проблемы системы ЖКХ и экологии. Там миллиардные, ну почти, там такие крайне серьезные суммы. Я надеюсь, что за ближайшие два года проблемы с водоотведением и с качеством воды, которая выходит после водоотведения, мы ее тоже полностью по национальному проекту должны будем закрыть. Курские депутаты дали право на бесплатную парковку ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС. Вопрос поднимался еще в прошлом году. А еще обсудили меры безопасности. В городе разработали интерактивную карту укрытия от ракетных обстрелов. Сегодня их порядка двух тысяч. В ближайшее время информацию разместят в публичном доступе. Егор Горожанкин и Сергей Дорохов. События дня.